всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life традиционный видеоролик по дороге на заправку воскресенье 8 марта 444 после обеда выезжаю на работу и хочу с вами поделиться какими-то наблюдениями из своей жизни из нашей жизни то что мы видим вокруг то что нас окружает и продолжим через минуту сейчас вы должны буквально мгновенно подписаться поставить лайк этому ролику поставить колокольчик чтобы не пропустить следующие и в общем так как у нас сегодня 8 марта хоть у вас уже и 9 а смотрите вы уже наверное 12 этом 15 не знаю какое тем не менее всех еще раз всех женщин с 8 марта с этим теплым солнечным весенним международным женским днем желаю вам всем здоровья любви счастья хорошего настроения и всех всех благ и всего того что вы сами себе можете пожелать желаю я и к моим желаниям присоединяется вся моя семья вот что хочу что могу сказать про этот праздник в америке в америке такого праздника нет в америке есть день мамы вместо 23 февраля есть день папы есть день ветерана вот такой типа который на 23 февраля похож поэтому как то вот так его здесь особо никто не празднует кроме наверное лиц с постсоветского пространства вот но собственно ролик совсем не об этом как я сказал хочется поделиться тем что мы видим вокруг есть такое выражение не судите не судимы будете вот и значит я в этом ролике не хочу кого-то судить осуждать обговаривать оговаривать я просто ну порассуждать на тему увиденного хочу рассказать то что я вижу то что я думаю об этом как например мое мнение в связи с какими-то факторами меняется с какими-то вещами которые я новые узнаю вот и в общем каждый делает свою жизнь так как он считает нужным и проживает ее и делает те вещи которые делает которые хочет делать каждый делает свой выбор кому-то кажется странным то что делаем там например ну мы когда я говорю там например наша семья или еще кого вы смотрите в интернете или тот кто пишет комментарии кто-то думает вот он неправильно пишет а кто-то думает что правильно картинка изменилась извините на телефон когда пишешь из-за того что солнце попадает на него так или иначе вот он стоит в таком месте что освещенность меняется и оказывается надо иногда пальчиком экран трогать так вот то есть у нас у всех есть свое мнение мы вправе его выражать кто-то вправе его обсуждать ну осуждать уже наверное не стоит ну так вот значит вчера я как обычно работал первый заказ я получил вот здесь вот буквально где сейчас проезжаю делама фэшн-центр это такой очень большой на три остановки в понятии например минска возьмем да по площади торговый центр куча бутиков ресторанчиков забегаловок каких-то харчевин вот магазин книжный спортзал и все что угодно приходит мне заказ я подъезжаю забираю молодую семью не буду называть ни национальность не цвет кожи ничего такого чтобы не было лишних поводов так сказать говорить что кто-то кого-то осуждает рассуждает вот просто молодая семья папа мама два ребенка не помню даже мальчики или девочки лет где-то наверное от трех до пяти одна девочка уже наверное где-то 12 может быть 14 повзрослее и кроха маленькая вот такая вот в переносочке называется здесь корсид даже не такое вот в котором сидит например сашка наша прямо вот младенец он лежит в нем такая маленькая переносочка совсем вот значит садятся они в машину в багажник грузим кучу пакетов но будем говорить так брендовых то есть видно что они покупали в дорогих магазинах потому что все пакеты с логотипами все такие пакеты но если кто-то когда-то покупал там например дорогую обувь там какую-то цивильную спортивную там косметику все это идет в определенных таких сумочках и пакетиках вот загрузили значит багажник этих пакетов то есть видно что люди пришли в этот торговый центр и слили определенное количество баблище причем судя по пакетам до этого у них был просто пакет баблище или хорошая карточка и все это не вот слили все садимся едем адрес уже известен едем мы в лонг бич где-то расстояние порядка 20 миль это ну такое приличное расстояние и они заказывают excel потому что у них получается 6 человек и каждый человек в машине должен по правилам быть пристегнут ремнем тот же карсид должен быть пристегнут ремнем поэтому у них вариантов сесть машину меньшего размера нет это я к чему говорю что эти 20 миль автоматически превращаются в 30 на старте а уже как идет расход времени и прочее прочее повышающие коэффициенты то цена соответственно возрастает то есть большая семья большие расходы но все едем там ребенок этот иногда хныщет мама его иногда успокаивает в общем все нормально все путем едем 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 и тут такая маленькая заставочка в америке очень много есть различного рода мотелей то есть это такие небольшие гостиницы в которых как это вам лучше сказать мы тоже начинали свой жизненный путь в америке с этого мотеля с такого вернее мотеля номера в них стоит например скажем так условно говоря от 60 долларов и выше может быть до 100 до 120 все зависит от мотельчика от этого там в номере значит у вас будет холодильник у вас будет микроволновка само собой ванна туалет душевая ну и номера мы мы начинали свой путь в одноместном номере то есть там стояла 2 спальная кровать вот и платили мы за него по моему 79 долларов и вот таких отелей их огромное множество то есть они вот просто встречаются вот едешь едешь не туристический район ничего такого подобного вот просто простая америка вот грубо говоря опять же берем пример минска то есть вы едете по улице ангарская и бум среди домов стоит дом почему говорю ангарская потому что это ну окраина не окраина когда-то был это конец заводского района это был вот то есть вот просто среди домов хлоп мотели в нем живут сказать что в него приезжают там туристы кто-то останавливается но я бы сказал если бы это мотель был вот например где-то около аэропорта там или еще где-то вот мы как въехали тоже останавливались можно сказать не в туристическом районе но в принципе у нас туристический город можно сказать он на побережье но не суть в этом в общем суть в том что отели этих много цена в них как я вам сказал не очень дорогая и что получается и вот мы едем и хлоп и справа стоит мотель и мне карта говорит вы приехали я говорю сюда а получается он как бы стоит прямо вот небольшой небольшой тротуарчик он стоит на дороге сразу и въезд в него то есть он как бы так об буквой такой незакрытой буквой о открыт только въезд этот товарищ говорит да заезжаем все я заехал маленький такой дворик для парковки машин круговое движение в нем я значит по кругу разворачиваюсь доезжаю до въезда выезда останавливаюсь они выходят берут свои пакеты ну и в общем то я специально задержался соответственно они пошли в номер а куда они пойдут если мы заехали на территорию этого мотеля и судя по тому какие стояли машины во дворе по машинам тоже опять же судить нельзя как я сказал что все что видишь в америке нельзя воспринимать за чистую монету потому что никогда ты не поймешь в этой дорогой машине есть миллионер или какой-то ну человек который живет от зарплаты до зарплаты или вот в этом ржавом корыте в старом в абсолютно каком-то поношенном побитом в каких-то не замысловатых не брендовых одеждах едет бедняк или миллионер это не поймешь по внешнему виду америка она очень разная и очень непредсказуемая непонятная тем самым она интересная вот все ну то есть машины там стель но обычные машины короче которые ездят по дорогам они пошли в этот моты понимаете то есть что получается почему они там живут скорее всего по ним было видно что они не туристы то есть по ним видно что это граждане страны которые здесь живут не первый день и бла-бла-бла и все дела и я для себя знаю например уже такую вещь что иногда в таких мотелях живут люди которые просто живут в америке то есть я не один раз уже бывает привозил работников там макдональда или карл джуниорс или других каких-то ресторанов вот так вот в мотель то есть я забираю человека с работы мне приходит заказ например макдональд я приезжаю выходит девушка парень женщина в одежде в рабочей макдональда садится в машину причем очень часто они с собой несут еду из этого же заведения и они приезжают вот в такой мотель понятно что они приехали туда не отдыхать не гостите никакие дела они приехали туда жить то есть получается я для себя что сделал и ну какие мысли гоняю в голове о чем думаю и это известный факт то есть ну какие-то разговоры где-то или я читал там или что-то короче что-то было такое говорили какая-то бабка сказала это неправда но осадочек остался в общем какой смысл получается чтобы снять жилье в америке надо иметь определенное количество денег и обычно если у тебя с документами все в порядке если у тебя хорошая кредитная история то тебе надо иметь зачастую как минимум утроенную сумму месячного платежа то есть тебе надо например за квартиру заплатить 1500 условно возьмем да значит ты должен за первый месяц заплатить 1500 за последний месяц заплатить 1500 и предоставить депозит 1500 на случай если ты там куда-то что-то чего-то ну в самом идеальном случае это двойная сумма то есть 1500 за проживание 1500 залог то есть его берут или за последний месяц или если вдруг ты сорвался месяц в месяц чтобы сделать какой-то ремонт того что ты там ну может ты вещи какие-то оставил их выкинуть почистить ковры или заменить покрасить стены заменить что ты сломал там пятое десятое вот то есть получается вот такая ситуация куда мужчина пытается ехать по встречке я не знаю потому что в общем то такие интересные люди я не понимаю что они делают видишь же все в очереди стоят ты типа самый умный или что я не понимаю вот короче мне очень нравится как водят в америке очень все вежливые очень все культурные и все дела ну вот как говорится в семье не без урода то есть он по встречке вот сейчас всех объехал за мной там стоит три-четыре машины но он решил что он ему нужнее ему срочнее он умнее и вот он уже заправляться поехал куда-то вот отвлеклись мы от темы так получается надо грубо говоря например иметь 3000 чтобы снять какую-нибудь однушку учитывая что у них четверо детей их уже сто процентов в однушку не вселят потому что ну не имеют права вселить четырьмя детьми в такую маленькую в такой маленький апартамент то есть получается они становятся по определенным причинам заложниками ситуации они не смогут не могут снять себе жилье за 1500 в месяц да это получается за 50 долларов в день и и они вынуждены чтобы не жить на улице чтобы в принципе жить в нормальных каких-то условиях вынуждены жить в этом отеле в отеле можно платить ежедневно ты можешь заплатить вперед то есть вариантов много и я думаю что в их ситуации если они например даже немножко вперед платят то скорее всего им дают какой-то там маленький дискаунт хотел сказать но это правильно будет маленькие маленькую скидочку дают чтобы они могли заплатить вернее чтобы чтобы короче типа хозяин лояльно к ним относится за то что они постоянно у него живут но тем не менее получается отели не найдешь ты отель за 50 долларов это я вам точно говорю это может быть если только в какой-нибудь дырей какая-нибудь дыра вот судя по тому отелю в котором они жили и район в принципе тоже неплохой и сам отель неплохой я думаю что он ну где-то не меньше чем наш был от 80 долларов то есть возможно даже сотка а если они снимают пару комнатушек там в этом отеле но если там не одна бедрумный такой не односпальный номера две комнаты то и того больше получается из-за того что они не могут собрать вот эту сумму чтобы въехать в апартаменты заплатить ее сразу они вынуждены платить дороже чтобы жить в нормальных человеческих условиях отсюда возникает еще одна проблема они и так не могут собрать эти деньги а тут получается они еще и платят дороже и это их еще больше разоряет и они вот попадают вот в такой замкнутый круг они не могут заплатить за апартаменты они пытаются их ну возможно они пытаются заработать это уже вторая часть разговора но они не могут заработать силу каких-то обстоятельств и вынуждены свой заработок тратить на более дорогой отель и вот они во всем в этом варятся и вот тут вот вторая часть разговора я не понимаю почему люди которые имеют язык на уровне как говорят наши иммигранты типа у меня excellent английский я пошел в школу они мне говорят у вас супер английский вы прекрасно читаете у вас excellent вам это легкий уровень идите на более высокий и иммигранты это с гордостью говорят но я-то был в этой школе тоже я приходил и мне тоже так говорили и надо понимать и делить на два то что тебе говорят американцы потому что они всегда стараются показать какой ты важный какой ты хороший как ты делаешь много работы как ты хорошо разговариваешь это это и есть американский менталитет это есть культура и это помогает эмигрантам не чувствовать себя второсортными не чувствовать себя зажатыми не быть закомплексованными представьте если вам будут говорить что вы плохо разговариваете это вас будет останавливать открывать рот лишний раз а когда вам говорят о ты так прекрасно говоришь на английском сколько ты в стране только один год только два и у тебя такой английский ты где его учил ты его здесь начал учить чувак у тебя excellent english понимаешь вот но речь не о том речь о том что по этим людям было видно что они рождены здесь они хорошо говорят на английском языке почему они оказались в такой ситуации трудный вопрос может быть они не хотят может быть там но может кого-то уволили с работы и кто-то не может найти работу и они вынуждены были переехать из съемного жилья в этот вот мотель а может быть наоборот кто-то не хочет работать и учитывая что у них большая семья шесть человек у них хорошее пособие из-за того что они не работают и возможно они просто не работают живут на пособие чтобы не работать и вот так вот влачат такое существование то есть могут непонятно просто когда смотришь люди одеваются обуваются в очень дорогом центре тратят очень большие деньги и живут в мотеле вот тут у меня возникают такие какие-то отрицательные эмоции я не понимаю почему бы вам не как-то не сэкономить где-то не ужаться не прижаться и не въехать в апартаменты чтобы не жить в мотеле ведь это выгоднее это дешевле это в апартаментах всегда лучше жить чем в мотеле потому что ну как ни крути тебя будет и кухня и все дела и вот как то так есть у меня еще я думал что это видео получится что я не буду так долго рассказывать про эту семью я их не осуждаю я их не обсуждаю я просто размышляю над тем что я увидел я еще хотел говорить про двух молодых людей но это будет другое видео в этой же теме вот тоже скажу скажем так какое впечатление возникает когда ты видишь их то что они делают и когда ты разговаривать начинаешь с ними узнаешь о них больше и понимаешь что ты очень сильно ошибался когда ты видел то что видел вот поэтому я хочу ошибаться вот в той ситуации которую я увидел вчера я надеюсь что у этой семьи все поправится но они в принципе и так неплохо они живут в мотеле у них есть крыша над головой у них есть деньги чтобы есть раз они делают такие дорогие покупки ездят на дорогом убери у них все хорошо и дай бог чтоб у них все было хорошо и я буду очень за них рад но я не понимаю вот этой ситуации мне она непонятно в принципе в америке это распространено так делают так живут я говорю я много видел людей я возил танцовщицу одного с ночного клуба она прямо оттуда вышла с чемоданом но возможно у нее там был ее сценический костюм но потом мы поехали она приехала в машину взяла какие-то вещи машина стояла на стоянке взяла еще чемоданы я видел она взяла постельное белье и я ее завез в мотель то есть такое есть почему она есть почему она это есть это уже другой вопрос и вы можете в комментариях поделиться своими соображениями потому что ну каждый человек что-то думает как я сказал в начале фильма и каждый имеет право думать иметь свои мысли единственное что конечно нельзя осуждать но рассуждать нам никто не запрещает мы это можем делать все меня позвали на заправку всем хорошего настроения еще раз всех с праздником не забудьте подписаться на канал поставить лайк обязательно и поставить колокольчик чтобы не пропустить новое видео вы были на канале нашей жизни в америке не лайфи с моей лайфи я с вами не прощаюсь потому что мы можем увидеться в любое время потому что мы в интернете и нажав на иконку нашего канала мы снова будем с вами вместе все до встречи бай бай